всем привет сегодняшнее пасмурное субботнее утро я решил встретить на водоеме место тоже речка та же что и в прошлый раз река воронеж неподалеку от торбио поможет мне сегодня в моем путешествии мой японский комплект шмана шаула до 140 грамм и катушка антарес d7d взял я ее эту катушку неспроста потестить сегодня на различных приманках взял с собой приманки только моего производства попробую поймать что-нибудь на них в этом месте это и джерка будет и дайвер и приманки для равномерной проводки вобблеры и не только в общем несколько взял с собой штук посмотрим что из этого получится есть у меня кое-какие варианты так сказать теста даже твичевый один воблерок взял крупный в общем видно будет сегодня нас ветер западный юго-западный тепло принципе погода хорошая щучья небольшая идет изморозь с утра днем посмотрим в обед обещали еще даже солнышко будет в общем не знаю воды в речке немного сбавила ну и трава чуть-чуть осела сравнение с прошлым разом пройдусь наверное вниз по течению немного к мосту и потом вернусь на так сказать свои излюбленные точки этой речке посмотрим что получится надеюсь что-то клюнет прошлые выходные тоже надежды сначала не было на поклевки потом они появились может к обеду что-то до схватит мой джерк подошел к первому так сказать интересному месту здесь такая речка извилистая немножко у моста мелко очень много травы здесь сейчас немножко будет посильнее течение поставлю для начала джерк медленно-медленно тонущую такой вот серебристого натурального цвета на городской речке он уже от ловил шнурки на него были пойманы рыбки такие от пол килограмм до килограмма одна из рыбалок было съемок не было в общем удалось поймать четырех рыбок но все они сошли благополучно у лодки сегодня попробую японское удилище с собственными приманками в принципе я знаю что все получится изумительно поскольку данная приманка отзывается на малейшее так сказать изменение в кончике удилище вот уже видно мелко делать смысл далеких забросов здесь нет сейчас речка меня понесет побыстрее по милику проводку можно делать не сильно быстро посмотрим будет ли на джерк цепляться трава может быть какая-нибудь утренней щучка которая не успела ночью покушать здесь стоит ждет засаде на течение бывает такое в общем прошел по одному берегу было две поклевки но щучка очень мелкая одна даже клевала два раза догнала приманку но видно ротик слишком маленький не способна заглотить даже такой небольшой джерк я видел эту рыбу она прям с разгона как атаковала приманку в общем две поклевки было мелочи сейчас попробую ту же самую приманку но только по левом берегу пройти сделать несколько забросов здесь обычно тоже любит стоять хищницей трава хотел сделать проводку с паузами с небольшими но там видно слишком мелко для этого речка заросшая конкретно только что убежал маленькая щучка с джерка буквально пару секунд провисел на крючке щучка была не крупный одно радует что она была маленькой ну активность рыбы есть то есть прошлый раз с утра активность не было но погода была другая была солнечная погода давление был был наверно выше сейчас более пасмурный день измороз закончилась вроде пока но скорее всего это как-то влияет на активность плюс все таки приближается зима наверно просыпается у нее инстинкт пожирание всего вподряд жор возможно вот уже третья поклевка за утро да пока что как бы результат ну без рыбы то есть как бы поклевки есть рыбы нет но ничего страшного я думаю за весь день я еще точно увижу что нибудь просто начало такой хороший поклевки правда какие-то такие не жесткие то есть ударов таких нет они какие-то вроде и активность рыбы есть то есть она проявляется но почему-то по ощущениям поклевочки какие-то такие слабенькие хороших прям таких мощных щучьих ударов нет пока что бывает она и 400 граммовая щучка так долбанет что а вот еще маленькая щучка попалась кину под берег как она бьется более маленькая были на сопротивление оказывает прям суперской какой-то там есть шнурок кинул под берег ух на передний троник да за всех за все три крючка жесть какая жадный попался какая в пиявках все три здоровенных пиявки вижу на плавниках жесть отпускаем так щучка подожди секундочку сейчас я немножко откушу от своего рюкзака на был заранее достать конечно вот такие вот они здесь и стоят так как как тебя как лучше на взятие вот так один крючок отцепился второй тоже и я не закрывай пасть зараза мелкой все плыви ух как она стартанула наконец-то четвертая поклевка реализованы да как она взяла прям за передний троник за все три крючка балдеть попался начал сопротивление прям такой ярусный думаешь блин там нормальный черт а потом выясняется то что рыбка конечно очень маленькая примерно так кинул только уже отошел немножко стоял в метров на 10 позади ну и медленная проводка с паузами вот только не помню на чем она взяла на проводке на паузе по моему на проводке была поклевка тоже вялая такая поклевка была такого конкретного щучьего удара не было ну видно что щука хоть и в пиявках но активны наверное только-только просыпается а может пиявки такие жирные попались зубастые которые хрен соскочат при движении даже вот это была поклевка такой ударище щучка тоже маленькая кинул под травку приманка та же самая щучка не крупные но бойко и поклевку было очень хороший размер такой же рыбки полкило примерно красивой фотографии получится я думаю если у меня камер захватит хорошо поклевка была очень яростная прям как бум и сопротивление тоже оказала недюжие по сравнению со своим размером кинул примут недалеко здесь в травку выдай где-то стояла неподалеку первую поклевка реальная мне прям порадовал такая с оттяжкой там бум тут очень мелко ну мелко не очень но очень много травы вами пром до поверхности где-то здесь в затяжке она пряталась вот джерк рулит две поклевки уже нет ну как две рыбки поклевок уже больше был проводил джерк подставим мелкой мелкой рыбки по помню плотвички и вот злая атака была прям хороший такой удар сошла что сбежал то что щучка не крупные тоже килограмм в ней не было даже но поклевка была очень хорошая по моему даже на паузе наклюнул дело небольшие паузы глубина здесь несколько метров точно есть метр три наверное вот буквально недалеко от лодки здесь сверху вот такой вот малек 23 сантиметра она видать наверное его пасет хорошего поклевочка бум прям тоже яростная такая классная но чуть-чуть не донес все до лодки снова бы отпустил но это чуть-чуть покрупнее предыдущие рыбки до этого клюнул совсем маленькая потом чуть-чуть побольше а это еще чуть-чуть побольше в общем к обеду я наверно дойду до килограмма я надеюсь как-то она наверное засеклась не очень хорошо видно было что за передний тройник то есть с 1 наверно была атака обычно щука бьет в голову но переднюю часть чаще чем хвостовую хвостовой как бы если она на том же самом уровне находишь что и приманка а вот если атака в переднюю часть то это скорее всего так с поднятием но от 1 то есть щучка где-то у дна была и она прицеливается прицеливается атакует переднюю часть но это если она небольшая если конечно крупно на всю приманку захватывает тоже был хороший удар в общем сегодня у меня шнурки радуют поклевками пока только что там на моих глазах щучка хотела за хвостик мой джерк съесть но не два раза это не получилось один раз она промазала ну как промазал на может передумал даже не знаю потом джерка проводил дальше вот неподалеку от лодки и она еще раз блеснула где-то там в воде вот такая не крупная где-то до килограмма интересно будут фух такая атака все на глазах не знаю что она там передумал как она промахнулась может промахнулась может быть нужно было паузу делать почаще тогда бы она взяла увереннее но в общем выход был ну это уже покрупнее щучка то есть я же говорю с каждой новой поклевкой рыбка все крупнее крупнее пусть конечно не намного но все равно подошел к тому самому интересному месту где я планировал сравнить разные приманки на уловистость так сказать хотел эксперимент но что-то мне кажется вряд ли он получится поскольку очень много травы ловлю пока на все тот же глайдер медленно тонущий на каждом забросе цепляется трава здесь очень много травы сейчас может быть пройду немножко вперед если там будет чуть чуть поглубже или чуть меньше за заросли может быть там попробую встать на якорь и в общем различные приманки покидать в одном том же месте что-то мне кажется вряд ли получится ощущение такие то что эксперимент нужно будет отложить в общем сейчас посмотрим сейчас метров пятьдесят семьдесят пройду вперед будет видно поклевок пока больше не было активность рыбы пока никак как бы сказать не проявляется хочу показать тесты в образцы классический глайдер на которой сегодня уже видел некоторое количество поклевок ого только сейчас заметил кто-то мне часть материала отгрыз у кого-то зубы такие интересные мощно видать поклевка была прям кусок отвалился эпоксидной смолы довольно таки большого размера ну где-то миллиметр наверное 4 на 2 миллиметра такой вот участок что-то вряд ли сомневаюсь я что все эти рыбы которые сегодня видел могли это сделать может быть это какая-то другая рыбка клюну когда она успела не знаю а так вообще принципе два ударчик был неплохих у щучек ну неужели такая эпоксидками хрупко что-то это раньше такого не замечал у кого такие зубы прочные прям кусок целый отвалился не знаю не знаю в общем ладно джерк который сегодня ловил с утра шнурков медленно тонущий примерно 15 16 сантиметров также будет твичевый воблер у такой плавающий не знаю удастся здесь его провести 20 по моему сантиметров длина у него вес в районе по моему 60 грамм я уже забыл какой у них вес толком на них еще не рыбачил вот и вот такой вот джерк типа дайвер дайвер ратлин в общем все вместе я уже сегодня выкидал он довольно таки напрямолинейный если проводки он вибрирует играет хвостиком заглубляется метров наверно до полутора всплывает медленно то есть не знаю как получится данных условиях его применять буду очень длинный пауза наверное делать и короткие рывки чтобы он глубоко не нырял но очень интересно попробовать в этом участке в общем начнем с глайдера потом будет воблер потом дайвер если клюнет что-то я вам покажу а внешнюю видку мыша можно определить уровень предыдущей воды то есть вода падает эксперимент мой принципе потерпел крах поскольку здесь очень много травы и мелко не получилось у меня предыдущей приманки которые показывал вам здесь комфортно так сказать покидать даже от глайдер цепляет траву периодически весь перепады глубин разные в общем где помелче где пупки где маленькие ямки вот допустим поглубже место сейчас 10 метров кино там уже мелко сошла только буквально пять назад щучка у меня здесь на быстренье с левого берега получается такая не знаю какая она была но не больше на килограмм клюнула как-то на игре в общем без удара но я почувствовал изменение игры приманки ну поклевка была такая вдогонку что ли она взяла не знаю в общем буквально секунд 5 с ней поборолся и она сошла продолжать двигаться дальше пока на мелких местах ловлю на глайдер дальше сейчас после изгиба реки начнется более такой прямой участок речки там где в прошлый раз у меня начались поклевки там я буду использовать преимущественно другие приманки глайдер уйдет в коробку скорее всего у меня планы на тот участок речке попробовать разловить другие приманки очень часто зацепы за траву здесь прям такие пучки большие растут под водой и иногда это ощущается как удар такая в общем травянистый щука здесь мелко течение ветерок гонит меня против течения поэтому паузы здесь смысла нет делать буквально пауза и тут же на крючках трава пожалуйста приманка идет по каким-то там опухам или по кустам это ощущается изменение игры но вроде игра не сбилась то есть траву приманка не нацепляла ветерок начинает и можем немножко усиливаться так что рыбачим только вот сказал слово рыбачим кинул такой удар был ну просто жесть поклевка на не засеклась скорее всего промазал обязательно сейчас еще покидая здесь такая поклевище просто реально отдай спиннинг как же на блин не засеклась потечка было ну были она меня разбудила короче поклевка жесть реально сильный поклевка была хорошая рыба крестью на на промазала и ударил нам перед приманка может быть в поводок аж сердце забил сильно хорошая была поклевка реально это в этом году самый мощный поклевка мне такой удар вы может быть даже нами было небольшой может там и всего килограмм просто там течение еще она может быть разбега как-нибудь атаковал но поклевку было очень сильный даже не знаю в памяти не припомню подобных поклевок буквально только выключил камеру не этой трава и куда-то кинул там кусты получается место интересное такое блин удалище мысль сразу первый вот она родины но шиш там был не повезло как она там промазала но поводок не согнулся потому что он титановый был вон стальной сто процентов был весь изогнутый колеси она ударил перед приманкой такие рыбы повторно я думаю не клюют это вряд ли вы можете видеть как расходятся круги на воде только что подошел к тому месту вот где-то слева от меня наклевала рыба возможно она прям с этой же позиции например проходя вот это в мимо кустов джерк мы атакуют щучка ну не особо большая был килограмм полтора килограмм полтора такая села подсек села все хорошо буквально несколько секунд и и нас ходит обидно нырнул куда-то твой кусты там такая фух торпеда я увидел такая цвета золотистого такая интересная щучка была короче глайдеру почувствую уже десятую поклевку сегодня десятую бедный джерк даже не имеется какие-то такие мазил это приманка идет медленно практически на месте обязательно нужно прям как-то не знаю не ловко его съесть и не понимаю как так получается не очень на уши большая ну щука прям активно видно было все засекла все хорошо но почему-то она сошла как и многие сегодня щучки вот приманка идет вот так ну разве это большая скорость проводки и такая торпеда откуда слева прямо видел как она выскочила все на моих глазах посечь ну как потечь она сама уже как бы села почти на крючке я вроде досек только камеру включать и она сходит в этот момент как всегда это бывает в общем рыбка сегодня активнее мне очень повезло что я уже такое количество поклевок видел обычно мы так не бывает бывает ну редко осени такой время интересно когда она хватает все в подряд маленькое большое но кстати да с каждым разом щучка все крупнее становится короче концу моего похода наверное там пятерка меня ждет ждет пятерка вот интересное место попробую сейчас здесь онлайн заснять проводочку трава там только вот и обещанное солнышко появилось в обед тучи ходят куда-то в сторону освобождая голубому небу ага вот вот это да как по заказу хотел про небо рассказать она догнала 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 есть я провели как она догоняет мою приманку и хватает прям улов обалдеть я про небо задвигаю речи а у меня щука ловится ну такая кило где-то наконец-то хоть что-то поймал это совсем без рыбы сегодня у какая желтенько толстый какая ух ёлки-палки башка большая какая-то жирная ничего такая щучка красивая ой красивая ну такая небольшая щучка подарим ей свободу плыви давай оп оп пошла выпрыгнула воздух мотнула башку мне на прощание вот пока пока ну вот это 12 поклевка если со счета не сбился на данную приманку сегодня она сегодня в ударе на просто очень хорошо подошла под конкретные условия ловли это трава и относительно небольшие глубины то есть я пробовал другие приманки частности вот плавающего дайвера щучку тоже вот здесь вот местами но слишком мелко здесь и часто очень трава и пучки такие в воде плавают большие их не видно они постоянно ну в общем это их ловишь постоянно не рыбу ловишь а постоянно вынимаешь травы и в таких условиях вот глайдер лучше себя показывает медленно тонущий он все-таки тоже цепляет траву иногда но бывает так что трава отцепляется крючков то есть на того дайвер если она сядет на морду приманки то все пиши пропала проводка ну нужен заканчивать проводку а здесь все-таки бывает крючков отбивается солнышко выглянуло начал я про солнышко тут же блин убавим поклевка но все сегодня для меня все для кино ну напоследок какая-то щучка жахнула маленькая ветрищь у нас дует конкретный несет меня по трубе так сказать речной я уже с якорем пробовал и без якоря вот какая-то маленькая опять щучка об молодец сбежал в общем полкило и ляля маленькая совсем клюнут принципе глубина здесь более-менее нормально в общем ветер дует поклевки вот это очень редкие стали ловить как бы не очень комфортно в таких условиях вот заброс хороший по ветру а как бы результативности нету пробовал я и побольше приманки ставить прям по фарватру бросал где-то в пол воды она примерно шла но результатов никаких нету крупной рыбы у нас в речке куда она все девается вот сегодня видел всего лишь одну рыбку больше килограмма которая у меня убежала клюнула у лодки убежала лодки и наверное скорее всего нас же еще и клевала перед этим и все все остальные рыбки меньше все не какие-то маленькие блин не знаю нет бы чтобы такая хорошенькая какая-нибудь клюну как после раз у меня здесь где-то брала а вот где-то я провода поклевочка была кстати сейчас но я почувствовал она была из-за того что меня гонит ветер еле ощутимы такой маленький тычок можно было бы ее и как бы прозевать но ничего мне повезло щучка правда маленькая я уж честно говоря думал больше не клюнет потому что что-то совсем все как-то резко меняется погода может давление растет не знаю тут на солнышко вовсю шпарит и ветер довольно таки сильный тепло наверно на солнышке градусов не знаю 12 15 в общем у нас тут конец октября а по факту блин не знаю сентябрь наверное по погоде но это всего лишь на несколько дней обещают потом опять будут дожди похолодания завтра воскресенье планирую куда бы съездить пока не знаю с какими приманками и на какой участок речки сюда что-то не хочется почему потому что хочется попасть куда-нибудь другое место а другое место у меня одно это либо городская среда так сказать обитание щуки либо турмасово что-то пока не знаю куда можно смотаться в турмасово давно не был там летом все заросло капитально так ну что поставлю наверно приманку который поглубже идет здесь участок вроде более-менее глубокий вот эта приманка я уже сегодня пробовал неоднократно она прекрасно играет и на равномерной проводке можно особо не ухищряться можно делать равномерную проводку можно с паузами как я делаю допустим 3-4 оборота небольшую паузу можно делать небольшие рывочки в конце приманка немного интереснее вздрагивает подхожу к тому месту где прошлый раз выход у меня был большой рыбы для этих как бы сказать водоемов вот поставил приманку покрупнее равномерка сейчас покидаю здесь посмотрим надежда конечно есть но она очень маленькая то что что-то подобное выйдет вот и подошла к завершению моя сегодняшняя рыбалка было достаточно большое количество поклевок правда все они были на одну приманку условия ловли таковы что другие приманки просто не работали по причине малой воды и большого количества травы ну и другие приманки у меня были немножко большего размера рассчитаны на более глубокие места я в некоторых случаях их вставил пробовал но результатов никаких ним во второй плане дня поклевок был практически ну можно сказать две наверное все что клевала это было до обеда может быть из-за того что выглянул солнце рыба стала пассивной в общем не знаю либо она наелась может быть смена погоды не знаю как и что я надеялся что под вечер будет тоже как бы плевать в этом месте но поклевок не был принципе отличилась сегодня приманка как я уже сказал я доволен ловчая модель получилась хотя изначально почему-то не рассчитывал на то что он нибудь на нее столько будет поклевок так что как то так надеюсь видео подняло вам настроение всем удачи и пока